Самарис Игорь Решетов не упускает возможности чаще бывать на улице в весенние дни. На работу предпочитает ходить пешком или на велосипеде. Рассказывает, что в период авитаминоза, который традиционно приходит вместе с первыми днями весны, тщательнее выбирает рацион, а вот к приему витаминов и БАДов относится с недоверием. Все-таки я считаю, что вряд ли есть таблетки, которые могут заменить более-менее активный образ жизни. Конечно, есть случаи, когда использование дополнительных витаминов требуется, но это касается скорее каких-либо заболеваний. В первую очередь, все-таки надо следить за своим питанием и образом жизни. Как рассказывают медики, авитаминоз возникает далеко не у каждого человека. Недостаток какого-либо витамина вызывается особым состоянием организма. Это может быть беременность у женщины, время интенсивного роста у детей или нехватка витамина при больших спортивных нагрузках. Если вы здоровый человек, и если у вас в ежедневном вашем рационе присутствуют овощи, фрукты, различные крупы, рыба, мясо, то есть на 99% вам не нужны никакие витаминные комплексы. Единственный витамин, который заслуживает отдельного внимания у жителей нашего региона, это витамин D. Раннее наступление осени и короткий световой день приводят к недостаточному получению этого ценного вещества. Чтобы убедиться, нужно ли принимать дополнительные витамины, специалисты рекомендуют сначала сдать анализы. Если будем назначать сами себе вот эти вот витамины и употреблять их, может все равно это привести к гипервитаминозу, а это еще хуже. Проявляются заболеваниями и заболевания печени, и заболевания почек, и опять тот же самый желудочно-кишечный тракт. Если мы принимаем какие-то витаминные комплексы, это химические и синтетические молекулы, которые имеют такую же структуру, но их изомеры, они все равно несколько имеют другие градусы. Они могут повреждать клетки. А вот лучшей профилактикой весеннего витаминоза станут все же свежие овощи и фрукты, орехи, сбалансированное питание и соблюдение здорового образа жизни. Светлана Кудрявцева, Ирина Балясникова, Григорий Плешаков, Сергей Баскин. События.